Вероника, мы с вами в прошлый раз говорили о родителях и детях и взаимоотношениях между Ономи. Ну, поскольку родители и дети составляют, так сказать, ячейку нашего общества, то бишь семью, вот давайте мы продолжим этот разговор, но в рамках семьи. Что такое семья? И вот у меня к вам первый вопрос. Скажите, как вопрос, как психологу, естественно, скажите, а кто главный в семье? Муж или женщина? Муж или жена? Удивительно. Знаете, Миша, никогда бы не задали мне еще простого вопроса, сколько мы с вами в этой студии не встречаемся. Да, я уже не говорю о том, что мы встречались с вами и в другом месте. Да, да. В тропическом. В тропическом, верно, прекрасное место. Ретрит, насколько я помню. И много там было вечерок за чаем, тоже, да, обо всем проговорено. Но, тем не менее, тема неисчерпаемая, безусловно. Мужчины и женщины, мужья и жены. Исвечная тема, да. Исвечная тема. Шуршеляфам, да, как говорят французы. Да, вообще-то говоря, это инь-янь. Да. Это день и ночь, это небо и земля. И это две половинки. На самом деле, человек состоит не просто из двух половинок, он состоит из мужской энергии и женской энергии. Правая половина – это мужская, левая половина – это женская, и допинкала, ну и так далее. Но все-таки вопрос психологического плана. Вот кто главнее в семье с точки зрения психологии? Вот вы напомнили мне о том, что мир дуален. И кто, как не мужчина и женщина, эту дуальность могут отобразить, да, потому что, ну, собственно говоря, совпадая в пару, они создают нечто третье, да. Дуальность трансформируется, да, во что-то ещё. И инь-янь – это, безусловно, в том числе есть юнгианский термин аниме и анимус, как некое, то, что нам передаёт мужской род и женский, ну, можно сказать, грубо, да, мужская и женская часть, которая, безусловно, содержится, как если вы помните, так, инь-янь, то, конечно, в инь есть немножко янь, а в янь есть немножко инь. Но, по большому счёту, если очень просто ответить, ну, конечно, как-то говорят, да. И семья, мы знаем устройство в семье патриархальное, мы знаем устройство в семье матриархальное. И в современном обществе всё чаще мы сталкиваемся с новым устройством в семье. Ну, может быть, да, он существовал и раньше. Это биатхальный, ой, биатхальный, ой, господи, патриархальный. И матриархальный. Да. И новое устройство семьи, в котором договариваются, да, кто будет главный, по большому счёту. И договариваются на основе тех возможностей, которые мы в семью можем принести, да, со своей стороны. И договариваются, какое устройство будет. В каком-то смысле это семья устроена по справедливости, что ли. Ну, это, по крайней мере, то, к чему стремится современная семья. Хотя, ну, возможно, что в психологии, то есть в самопсихологии есть некий взгляд, да, на эту триаду семейную. И каждому отведена там особая роль. Невозможно, да, сказать, чья роль. Больше, да, они просто разные. Да, то есть, конечно, нет такого, кто главнее. Ну, считается, мужчина – это голова, женщина – это шея. А кто главнее? Ну, куда женщина, как шея, повернёт голову, если, конечно, там нету какого-то остеохондроза, что шея повернутся, вообще ничего не может. Тогда, в общем-то, конечно, женщина рулит. Я просто немного отвлекусь. Буквально совсем недавно у нас была программа с астрологом. Ну, и вот существует Земля, и, как нас учили в школе, искусственный спутник Земли – Луна. Ну, Луна – не просто искусственный спутник Земли. Это не просто небесное какое-то светило, там, звезда, планета. Ну, не звезда, а планета. А если говорить, скажем, аналогию с человеком, то Земля – это как бы тело, а вот Луна – это ум, манос, то есть это эмоции и так далее. И вот Луна – это женская субстанция, можно так сказать, если можно так выразиться точнее. То есть Луна – это двойка, Солнце – это единица, единица – это, ну, как бы царственность. Это вот то, что относится к мужчине. А Луна – это чисто женская энергия. Ну, тут вроде как всё совпадает. Поэтому это неразрывное целое, конечно же. Но если всё-таки говорить о том, о двух разных половинках и разных функциях, то, скажите, вот есть такое понятие, как феминизм. Почему сегодня это выходит, что ли, на первый план? То есть мы видим, что женщины начинают действительно рулить. То есть женщины становятся, ну, собираются становиться, если говорить о Соединённых Штатах, президентами, чего никогда не было. То есть премьеров министров мы уже знаем. Мы знаем о том, что очень успешно руководила в Израиле Голдемера. Мы знаем железную леди Маргарет Тэтчер. Мы знаем и Мерке. То есть вот почему-то так происходит. Как вы думаете? Ну, к истокам для феминизма я, наверное, сейчас обращаться не буду, хотя как движение, да, пожалуй, конец XVIII-начала XIX века, да, скорее всего. Но я думаю, что это по той причине происходит, что на самом деле феминизм достаточно большое влияние откладывает на то, что происходит вокруг нас. И как вы знаете, что есть женщины-феминистки, ну, все об этом знают, да. Есть мужчины-феминисты, да, между прочим. Может быть, их там не такое большое количество, да, на то иное мнение. Вы имеете в виду, как принято сейчас говорить, нетрадиционную ориентацию? Нет. Нет? Нет. Да, вот что интересно, то, что если мужчина-феминист, то есть как-то, ну, вот там, не знаю, сочувствующий, что ли, да, что называется, вот этому некому биорхатному, да, направлению, да, когда вот, ну, как бы все что-то вносят, да, свой вклад в какую-то пассивную семью и считаются равноправными, да, вот он все-таки вызывает, да, некоторую улыбку. Но, тем не менее, я считаю, что феминистки, они принесли огромное освобождение мужчинам в том числе, да, потому что у мужчин больше нет необходимости быть таким совершенным образом могучим, да, которым надо было соответствовать так много времени, и которым, собственно говоря, женщины от них требовали. Поэтому мне кажется, что, как ни странно, феминизм освободил мужчину тоже от такой вот маскулинной, брутальной роли, да, которую он вынужден был внести, потому что, ну, мужчины не всегда так вот, да, позволили ему быть там более свободными, да, что ли. Но в каком-то смысле феминизм, основная его идея, это все-таки некое равенство в полах, но когда мы можем, как вот вы привели совершенно верный пример, да, про президента, когда мы можем претендовать на что-то, не руководствуясь исключительно предназначением пола, да, и это важно. Я, конечно, понимаю, да, что я нахожусь в беседе с мужчиной, да, и с точки зрения большинства, скажем так, да, потому что мужская идеология в целом, да, ну, достаточно, как бы, ну, шовинистская, что ли, потому что, да, столько столетий и десятилетий. Ну, да, но я думаю, что, тем не менее, вот эта женская идея некого изменения, попытки стать равной, но равной не такой же, да, а могущей делать то же самое, да, и вот часто, мне кажется, феминизм ругают и путают с тем, что, наверное, женщины не добиваются делать так же, да, потому что мужчины часто говорят, да, ну, вот, за что боролись, не боролись, не носить себе тяжелые мешки или там, а что вы хотели, да, я думаю, что, скорее, это желание делать то же самое, те же вещи, но как-то по-своему, да, вот там, в пределах своего возможности, да, своего пола, потому что, конечно, у каждого пола есть свои ограничения. Ну, вы же не будете отрицать о том, что вот эта тенденция к феминизму в последнее время как-то вот стала развиваться, что ли, то есть раньше такого не было вроде бы как? Ну, говорят, что у феминизма в целом три волны, и что каждая из этих волн, она самостоятельная, да, то есть каждая дополняет другую. Так сейчас какая? Сейчас последняя из тех, которые мы знаем, да, сейчас такая, которая принесла самое большое количество маленьких ответвлений, да, какого вида феминизма только не существует, я даже, ну, боюсь перечислять, экофеминизм, духовный феминизм, экзистенциальный феминизм, гендерный феминизм, в общем, там огромное-огромное количество, да, таких как маленьких направлений, да, которые можно для себя выбрать, но в целом это всё-таки волна в данный момент, как бы некой такой равности по возможностям, да, скорее так. Я думаю, что, как любое движение, да, феминизм, он тоже, да, отчасти страдает, как любое движение, которое начинается, да, и вбирает в себя практически всё, да, что не было пока там вобрано чем-то ещё, и сталкивается и с трансгендерностью в том числе, да, которая, как бы, да, вот, непонятно, да, там, к чему её отнести, и часто вот... Кстати, я не только не знаю, к чему её отнести, трансгендерность, я вообще не знаю, что это такое. Так вы просветите, пожалуйста. Нет, но всё-таки мы говорим, вы говорите со мной, что... Нет, ну, немного я знаю, всё-таки вещаем на достаточно широкую аудиторию, но тем не менее, проясните, что это вообще такое. Ну, в целом всё-таки я думаю, что надо отдать огромные должные Америке, да, что и феминизм зародился в Америке. Да я-то про трансгендерность. Да. Но, нет, я... Но, там, сделал я реверанс в эту сторону, потому что то, что трансгендерность, ну, для европейской культуры, я думаю, такое, как бы, сложное, что ли, может быть, да, переживание, потому что в азиатских культурах это достаточно... Я могу вас уверить, что это не только европейская, в общем-то, как-то культура, но для, вот, Соединённых Штатов культуры, ещё раз, что это такое вообще? Ну, это попытка... Давайте мы начнём с гендерности, а перейдём к трансгендерности. Давайте. Давайте. Давайте, да, гендерс, как некое предназначение пола, в котором мы, ну, когда дети рождаются, растут какое-то время, есть некая половая идентичность, в которой они начинают себя осознавать, да. Ну, поэтому в английском языке есть действительно слово такое, когда мы заполняем анкету, там у нас спрашивает, там стоит гендер, ну, там где-то в других анкетах стоит секс, но имеется в виду мужчина или женщина. Да, 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 то есть, да, вот, ну, как бы, как я буду развиваться, кем я буду, какая у меня идентичность, каким неким правилам я буду соответствовать, да, что ли, я буду, там, более феминным, и то, что, да, вот, к феминности относится, женственность, гибкость, некая более мягкая позиция, да, чувственность, чувствительность, или я буду более мускулинным, да, двигающимся вперёд, сконцентрированным, сдержанным, легче решающим до каких-то задач, но я думаю, что то, что происходит на данный момент, ну, вот такие вот игры разума, что ли, да, отчасти, действительно, не близкие, наверное, западной культуре, такая игра с половой идентичностью, причём, я знаю, что вот достаточно известный трансгендер, который, собственно говоря, ваш, ну, как бы, соотечественник на данный момент, я прошу прощения, забыла его имя, он из семьи Кардашьян, да, который, вот, где-то к 50-ти, вот, так и рискнул, да, и, вот, как бы, явился женщина, а сейчас, насколько я понимаю, судя по газетам, у него такой, как бы, процесс возвращения, да, в свой пол, как бы, вот, побыл в другом, и всё-таки захотелось вернуться в свой обратно, да, ну, вот, в каком-то смысле такие половые игры, что ли, да, вот, мне кажется, человек пробует какую-то свою свободу, такой определённый вид диссидентства, что ли, да, вот диссидентство, баба Яга против, да, когда нечто внутри меня не позволяет, да, мне, вот, ну, принять идеологию, что ли, да, своего пола, и я пробую какую-то другую. Это, кстати, людям, которым достаточно сложно, потому что, например, феминистское движение их не воспринимает, потому что они считают, да, что, ну, будучи немножко, как бы, переодетым, что ли, да, вот, как бы, внешне, да, внутренний человек всё равно остаётся тем, кем он был рождён, да, и что мужчина, который, вот, мы, ту фемейл, да, и фи, да, это будет то, что, по сути, он всё равно, как бы он не выглядел женщиной, остаётся мужчиной, поэтому они очень осторожно, да, трансгендерам относятся, к примеру. Но, я думаю, да, действительно, явление массовое, хотя вот, ну, насколько я понимаю, для Азии это достаточно типичная ситуация. Это, ну, что мы знаем, да, вот, Таиланд, да, наверное, всем припоминается, да, страна, трансгендер, он как-то, как бы, ну, вот, существует в культуре на уровне языка, да, то есть, вот, в тайском языке есть мужской пол, женский род в языке отображён, да, и есть ещё, вот, трансгендерный род, да, вот, как среди. Поэтому, может быть, не поэтому, но я недавно посетил Таиланд, и там нас возили на разного рода экскурсии, и среди них были, экскурсия была в сообщество этих, ну, не знаю, трансгендеров или нет, но, в общем-то, транссексуалов, и там достаточно это развито. Более того, ну, наверное, в Таиланде самая большая такая, что ли, лаборатория, вот, если можно так выразиться, переделывание полов. То есть, вот так посмотреть, действительно, даже при любом рассмотрении, близком, далёком, ну, абсолютно никогда не скажешь, что это, скажем, мужчина. Потому что абсолютно, абсолютно, по всем вариантам, как это делается, нам рассказывал гид, как это делается, это вообще что-то, что-то за пределами. Сегодня вот куда дошли, ну, я не буду говорить тенденции, а вот как технология вот эта, как это всё происходит, как это всё переделывается, это действительно интересно. Ну, скажите, тем не менее, а почему вот в последнее время такая тенденция? Это что, как-то не хватает острых ощущений или как? Вот к вам, наверное, обращаются люди с этими вопросами. Как-то, в общем-то, это не характерно, ну, ещё лет 20 тому назад было. Ну, да, вы знаете, потому что если культурологически, вы верно заметили хорошее выражение лаборатория, да? В Таиланде, что это действительно страна, которая, пожалуй, вот, ну, почти индустрия, да, по смене пола развита. И, ну, в том числе мы сейчас упомянули, да, что это тот пол, для которого в языке существует язык, существует особый язык, на котором он может говорить, да, то есть даже лингвистически, да, человек может изъясняться с точки зрения, кто он есть. Я знаю, что, например, у культуры чукчей, в том числе, да, можно перевоплощаться шаману вот в рамках одной жизни, перевоплощаться женщиной, перевоплощаться мужчиной, жить в браке и вот каким-то таким чудесным образом меняться, да. Я знаю, что афганская культура, да, тоже предполагает, но там, скорее, да, мы говорим о некой транссексуальности, переодевании, да, что переодеваний вообще, да, в культуре много. Когда мужчина переодевается с женщиной, или женщина, да, переодевается с культурой, кстати, мужчина это реже. Но, как некое такое, то, что вы говорите по вольным увлечениям, во-первых, такие вопросы пола, что ли, которые, да, вот, ну, как бы, любой пол, да, ставит и обозначает, что я делаю, да, как я развиваюсь, да, вот в задачах своего гендера. Вот для этого третьего пола, мне кажется, достаточно сложно, да, сложно понять, что я делаю, будучи таковым, какие мои задачи, да. Мне кажется, Таиланд с этим справился лучше всего, пожалуй, и в Бразилии, да, потому что задачи такие карнавальные, украшательские, да, обычно эти люди работают в шоу-бизнесе, и, ну, в каких-то шоу принимают участие, в представлениях, потрясающе имитируют, и, может быть, даже в каком-то смысле делают это более совершенным, да, образнее, чем женщина. И Бразилия, да, в том числе, это страна, в которой огромное количество операций по смене пола, ну, это карнавал, да, пожалуй, да, вот эти люди находят, да, своеобразное значение. По-другому сложно представить, да, что с этой культурой делать, да, как таковой, ну, вот как бы, к чему она могла бы быть применима, да, потому что много споров, да, существует про некую, да, вот там, природу, да, вот, природу феминности, природу маскулинности и, соответственно, как бы, вот, матриархальности или патриархальности как таковой, да, вот такого ответа одного, да, нет. Нет ответа, например, что при матриархальных культурах жилось как-то хуже, да, вот по исследованиям культурологов, антропологов, нет, там матриархальная культура, которая в Маньчжурии была представлена, в временах каких-то, да, ничем не хуже было устройство, жизнь, быт, решение каких-то ситуаций, конечно, чем при патриархальных. Но я думаю, что вот это некое как диссидентство я назвала, попытка поиграть с гранью дозволенного, что ли, наверное, это в том числе такая захватывающая идея, что в рамках своей жизни я могу побыть разным и вот в том числе перевоплотиться практически в другого человека с другим мышлением, с другим внешним видом, наверное, захватывать молодые умы. То, что я знаю на этой теме, то, что большинство исследований говорит о том, что самый высокий процент запроса на трансгендерность, когда человек уже идет на операцию и так далее, он делает это под влиянием массовой культуры. Как ни странно, я думаю, что в этом в том числе, виноват в плохое слово, но средства массовой информации, интернет, телевидение, доступность какой-то информации, и вот картинка, которая украшает эту возможность, она зачастую попадает зерном, в какие-то умы и прорастает таким образом. Вот подверженность влиянию внешней среды это самый большой процент в исследованиях для желания изменить свой пол. Как ни странно. Вероника, скажите, как вы считаете, вы лично, является ли это какой-то проблемой для человека, для той самой ячейки общества, с которой мы начали нашу программу, то есть семья, или это нормально сегодня? Ну, как лично для меня эта проблема не является. Сложно мне осудить это с точки зрения. Я понимаю, имеется в виду, люди приходят, к вам приходят люди на консультации, вот, в этом плане. Ну, с точки зрения, если бы человек пришел ко мне на консультацию, наверное, скорее всего, у меня была бы очень нейтральная позиция. То есть мне было бы важно, чтобы понимать, что он адаптирован, хорошо себя чувствует в своей жизни, и что ему комфортно с тем, что он выбрал. Потому что я думаю, что есть достаточно большой процент, которого мы практически не знаем, доходит это в минимальном количестве, что много и отчаяния у людей, которые сделали такой выбор. Потому что адаптироваться в такой новой среде это очень не просто. Хорошо, но мы сейчас говорим о людях, которые уже достаточно зрелые, которые могут отвечать за свои поступки. А как быть с молодежью? Ну, с подростками, допустим, которые, естественно, сейчас все об этом знают, читают, интернет, все написано, все показано, и у них начинают появляться мысли такие же. А родители, естественно, как-то в ужасе. Вот. Скажите, ну, приходят к вам такие, с такими вопросами? И как вы будете свою нейтральную позицию в этом плане применять по отношению вот к молодым людям, которые еще не вступили в пару взрослого, так скажем, содержания? Ну, вы знаете, вот в личной практике так буквально, с такой задачей я не сталкивалась. Я могу предположить то, о чем вы сказали несколько ранее. Конечно, у семьи, у брака есть некие определенные задачи, что ли. И брак, вот, мне кажется, в современном мире это очень достойный, красивый, благородный поступок по большому счету. Потому что много людей получают возможность жить в совершенно разных ипостасиях. Как прекрасно сказал Борис Крепетчиков, некоторые жениться, а некоторые так, например. Или, да, трансгендерность тоже, да, вот мы можем упомянуть. Поэтому люди, которые принимают решение сложить некие отношения с какими-то обязательствами, это достаточно благородно в наше зыбкое, неустойчивое время, изменчивое, да, скорее всего. И, собственно говоря, в этом браке развиваться, да, потому что у брака понятно, что есть задачи, да, что есть некие супружеские задачи. И вот то, о чем мы с вами говорили, да, что брак будет пытаться найти какую-то форму, в которой он существует, будет ли она матриархальной, патриархальной, или она будет устроена, да, по принципу некой справедливости. Это уже, да, будет задача этих людей, потому что, когда люди в брак вступают, они, конечно, у них есть некая такая картинка некого совершенного брака, да, вот он где-то как эталон существует, да, внутри нас. А в реальности получается свой личный, индивидуальный, реальный случай, да, то есть свой личный, индивидуальный брак, как у меня это получилось, да, и супруги, понятное дело, что воспитывая детей, каким-то образом передают им некие ценности, да, вот с которыми они вот там создали свою семью, и как дети могут их подхватить, вот то, что называется нуклеарность семьёй, да, когда, например, если дети могут привезти своих супругов или жён в семью, и она разрастётся, да, и будет поддерживать те ценности, которые там были изначально, она будет нуклеарной, больше уже, да, это вот вопрос таких традиций, да, вот если бы ко мне пришёл подросток с идеей своей трансгендерности, я бы скорее с психологической точки зрения бы подумала, что нечто, есть некие его личные сложности, задачи, некая его эмоциональность, с которой ему непросто, и которую он пытается как-то адаптировать, и может быть, если это мальчик, я предположу, да, скорее всего, буду предполагать, что ему сложность некой своей, той самой аниме, да, с какой-то чувствующей частью, да, может быть, он несколько более гибок или более чувствителен, вот, ну, как бы, в рамках своего пола, что ли, как ему кажется, да, но это ни в коем случае не делает его более, не делает его фенильным, да, это просто делает его таким особенным. Я думаю, что, возможно, многие подростки сталкиваются со своей фенильностью и сталкиваются с сообщением внешнего мира о том, что ты должен быть очень брутален, очень сдержан, очень нацелен на задачу, на карьеру и практически ничего не чувствуете, такой образ, да, такого вот героя, мачо, и когда они проживают свою фемильность и понимают, что он совершенно под этот образ не подходит, может быть, они начинают искать себя, да, где-то вот в соседнем поле, что ли. Понятно. Вероника, спасибо большое. У нас программа наша подходит уже к концу, точнее, подошла к концу. В общем-то, вопросов действительно очень много и мы пока говорили только о теоретической, так сказать, части, как это сегодня все происходит и какие настроения. Ну, я хотел бы, чтобы мы в следующий раз поговорили, мы встретимся с вами через неделю, поговорили о именно практических вещах о том, как люди приходят, с какими приходят они вопросами к вам, как к психологу и как вы им помогаете, какие случаи были и как вы считаете, можно было бы предотвратить какие-то нежелательные последствия ну вот в этом плане, то есть непонимание своего, так сказать, ну, природного предназначения все-таки. Все-таки природа устроила так, что есть мужчины, есть женщины и каждый вид, каждый род должен выполнять свои функции, тем не менее. Почему происходит сегодня по-другому во многом, ну, это вопрос достаточно сложный. Ну, вот давайте мы с вами поговорим в следующий раз об этом, хорошо? Хорошо, рада была вас видеть и слышать. И слышать. Спасибо большое, дорогие друзья, я обращаюсь к нашим радиослушателям и видеозрителям, поскольку все наши программы записываются на с помощью специальных программ, потом они идут в YouTube, из YouTube они идут на Facebook, где можно посмотреть и задать даже все вопросы. То есть, это sungatesradio.com sungatesradio.com тройное W это Facebook sungatesradio это YouTube, так что, если вы подпишетесь на канал, вы можете получать сразу уведомление о том, что вот программа уже появилась на YouTube и вы можете ее посмотреть. Ну и общение с нами это Skype sungates 108. Вероника, спасибо большое за ваше время и до новых встреч. До свидания. Всего доброго. субтитры